Девушки отдыхают Девушки отдыхают Однако ханжеством подобное мнение кажется лишь на первый взгляд. Если вспомнить последние случаи бдительности рядовых и не только граждан, от прокурорской проверки клипа группировки «Ленинград» до предложения Роскомнадзора считать амурой и психею вредоносной информацией эротического и порнографического характера, то все становится на свои места. В слепой погоне за повышением уровня нравственности Общество, похоже, стремительно летит в Средневековье. Почему настало смущать нагота в произведениях искусства? Что допустимо выставлять на всеобщее обозрение? Обсудим сегодня в проекте 2015. Я рада приветствовать наших сегодняшних экспертов. Это директор социологического института РАН Владимир Козловский. Владимир Вячеславович, добрый вечер. Здравствуйте. Президент Национального института сексологии, доктор медицинских наук Лев Щеглов. Лев Моисеевич, также рада вас видеть. Здравствуйте. Доктор искусствоведения Дмитрий Северюхин. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. И художник Николай Копейкин. Николай, добрый вечер. Здравствуйте. На второй площадке работает моя коллега Ольга Артеменко. Оля, здравствуй. И кто у тебя сегодня в числе гостей? Да, добрый вечер. У нас сегодня в студии люди в искусстве более чем заинтересованы. Это представители Академии имени Штиглица, это искусствоведы и преподаватели в школах искусств. Поэтому к дискуссии мы, разумеется, подключаться будем. Что ж, ждем ваших мнений, ваших вопросов. И, уважаемые зрители, по ту сторону экрана ваше мнение тоже важно для нас. Пишите в студию, звоните в студию, пишите в нашу группу ВКонтакте, все эфирные координаты на экране и голосуйте. На голосование у нас сегодня такой вопрос. А в Петербурге уместно новая скульптура в жанре ню. Или вот, есть у нас летний сад. И достаточно. Прежде чем перейти к беседе, давайте вкратце вспомним последние резонансные попытки защитить детей. И не только от морального и нравственного разложения. Мотор. Своеобразный тренд на нравственность задал три года назад Роскомнадзор. После введения теперь уже привычной маркировки кино и выставок 18+, особо бдительные граждане начали регулярно видеть угрозу психологическому здоровью подрастающего поколения. Депутат Госдумы разглядел на 100-рублевой купюре непотребные детали в скульптуре Аполлона на крыше Большого театра и нарушение закона о защите детей от вредной информации. Этой же волной борьбы за нравственность накрыла не только Набоковскую лолиту, но и музей-квартиру автора в Петербурге. Вандалы разбили окно, кинув внутрь бутылку с запиской, содержащей угрозы и оскорбления. А позже написали на стене музея слово «педофил». Не осталось без внимания неравнодушных петербуржцев и недавняя выставка работ Фриды Кала. Эротика, насилие, кровь, демонстрация внутренних органов. С такими словами обратился некий искусствовед к детскому омбудсмену с требованием оградить малышей от возможной травмы. В Москве, кстати, весной была схожая история. Мама и бабушка потребовали убрать с остановок транспорта плакаты с картиной Босха «Сад земных наслаждений». Ну вот сразу передам слово нашей второй площадке и зрителям. На ваш взгляд тот же Босх или пресловутый Давид без трусов уместны или нет? Да, давайте начнем с преподавателей. Людмила, вам слово. Ну, лично мое мнение, что оригиналы и хорошие копии на улицах нашего города не просто портят облик города, а наоборот украшают его. Я видела скульптуру Давида, была на выставке. И вас не смутило абсолютно? Меня совершенно не смутило. Наоборот, я считаю, что в таком маленьком камерном дворике он вполне уместен. Плюс ко всему там такое небольшое кафе, открытая терраса, сидят люди, отдыхают. Все очень уютно и к месту. Все очень уютно, к месту, ничего не раздражает. Наоборот, создает романтическую атмосферу. Поняла, да? Александр? Да, я считаю, что такая скульптура, как Давид, более чем уместна на улицах нашего города. Города классическая культура. А классическая культура, она обрешена... Ну, не про Давида, а в общем сейчас. Даже в общем. Считаю, что она уместна. А Петербург, как город классической культуры, которая обращена к античному наследию, которая построена к культуре, в том числе обнаженного, совершенно прекрасного человеческого темы. И такая скульптура, поддержу коллегу, только украшает наш город. Знаете, последнего Владимира еще преподавателя в школе послушаем. Вы знаете, были в нашей истории времена, когда античные скульптуры сбрасывались с пьедесталов, когда с ними воевали, когда их разбивали. Не дай бог, если это будет возврат. А то, что в городе должна появляться современная, но настоящая скульптура, это действительно так. К сожалению, этого не происходит, потому что те выкидыши, действительно, скульптуры, которые у нас появляются, конечно, они удручают. А хорошей современной скульптурой хочется. Ну, к этому я так понимаю, да, надо идти, расти и скульпторам, и художникам, и, самое главное, нам, представителям общественности, которые зачастую слишком резонансно на что-либо реагируют. И вот здесь хочется сразу, что называется, поставить диагноз обществу как раз с точки зрения социологии и с точки зрения психологии. Поэтому, Владимир Вячеславович, вначале слово вам. Что происходит? На самом деле началось только вот после того же решения Роскомнадзора такая бдительность? Или мы к этому медленно, но верно шли вот после этого разгула, я не знаю, свободы мысли не только в 90-х? Мне кажется, что это не только сверху какие-то указания, но прежде всего и внутри общества созревают такие настроения, в частности, значит, о безгрешности или о нравственности, допустим, да. И понятно, что этому способствует все-таки и та религиозная волна, новая религиозная волна, которая, собственно говоря, как раз на этом настаивает. И с этой точки зрения ничего нового-то нет. Вот в этом конфликте, что называется, между так называемой моралью, да, по отношению к искусству, и тем самым пространством, которое, в общем-то, эти скульптуры украшают. В истории, в Италии, скажем, да, вот в истории католичества, в частности, вот я думаю, что мы еще этот пример приведем, в общем-то говоря, еще в 16 веке была борьба против вот такой ноготы, оголтелой ноготы, которая вот все-таки будоражит, впечатляет и мешает, наверное, нравственному чувству граждан. А вот это характерно в данный момент только для России? Или, допустим, готовясь к беседе, обнаружили в сети, гуляет, кажется, итальянский мультфильм, где как раз на оригинал уже Геракла, ой, прошу прощения, Давида, покушается как раз монахиня, но, соответственно, католическая. То есть, получается, в Европе тоже что-то подобное сейчас переживают? Можно об этом говорить? Так это в Европе и было. Вот еще вот я посмотрел некоторую историческую справку, в 1557 году папа Павел IV издал меморандум о том, что нужно прикрывать места у Гераклов, у Адамов, у Давидов, в таком частности. И, в общем-то говоря, вот с тех пор, по крайней мере, документально зафиксировано появление фигового листка. Пожалуйста, можете все, что угодно рисовать или скульптуре изображать, но, пожалуйста, защитите это от взгляда или взора прихожан. Меня здесь пугает то, что у нас с 16 века до нас дошло веяние из Европы немного немало в 21 веке в Санкт-Петербурге. Лев Моисеевич, вам слово. На самом деле, подобные изображения могут нанести психологическую травму ребенку. Собственно, из-за чего весь шум и начался. Если это будет ребенок той барышни, которая нас отращила пасквиль, возможно. Потому что мы живем в определенной среде. И я хотел бы сказать, что странные люди, люди с проблемами своей психики, неразвитые, невежественные, проблемные еще раз, они всегда были и везде. Я глубоко убежден, что все зависит от тренда. Понятие нравственности, к сожалению, у нас постепенно сложилось совершенно лицемерно. И вот коллега совершенно справедливо вспомнил профиговый листок, который и является символом лицемерия. Понимаете, мы действительно долго к этому шли. И все посмеивались, когда какие-то псевдо-казаки диктовали, пытались диктовать. Какие спектакли, какие выставки в Эрмитаже. Когда какие-то представители непонятных общественных, якобы религиозных организаций громили эти выставки. В голове у обычных людей все перевернулось. Что мы видим на телеэкране? Один человек другому вышибает мозги. В буквальном смысле. Кровь льется из всех ран. И низенько идет строчка. Внимание! Для лиц до 18 лет сейчас будет показана сцена употребления табака. Вот это есть все, то, чего мы добились. Слове нравственности это не имеет никакого отношения. Нравственным тот, кто понимает и ценит красоту, кто образован, и кто слушает экспертов, а не каких-то депутатов, каких-то воспаленных, странных людей, нуждающихся в медицинской поддержке и так далее. Мы получаем то, к чему мы шли, и пока к чему и идем. И самое отвратительное, на мой взгляд, что это происходит в Петербурге, который считается якобы европейским городом, якобы Петр куда-то рубил в окно. Это люди забыли, что это стыд и позор. И вот наш город сначала устроил какую-то дикую беготню за какими-то геями, которые якобы не дают старушке жить на ее пенсию. И коммунальные услуги все время повышают эти геи. И на сегодня это самая острая проблема получилась. Потом, значит, правильно ли ставить спектакли Додин, хорошие ли выставки Петровский устраивает, Сорокина книги надо сжигать. Вот это все звенья одной цепи. И еще раз хочу сказать, определенная часть людей будут возбуждаться в этом плане. Потому что так устроена их психика. И таков уровень их развития. Если они для нас ориентир, вперед в светлое средневековое будущее. Хорошо. А кто в таком случае возникает вопрос виноват в том, что мы с такой скоростью вот в это средневековое будущее летим? И не вина ли это отчасти как раз и современного творческого художественного сообщества, которое где-то может быть закрылось, где-то вовремя, я не знаю, не просвещает? Это ко мне вопрос, да? Да, это даже, я бы сказала, сейчас такое легкое обвинение. Понятно. Не, ну я думаю, как бы всегда считал и считаю, что творчество, в частности искусство, это единственная, пожалуй, одна из двух, наверное, вещей, которые отличают нас от животных. И это мир наших фантазий. Если мы говорим о наших фантазиях, то запрет на фантазии теми людьми, которые это делают, является преступлением против человечности, ну на мой взгляд. То есть против того, чтобы мы были как бы людьми, да? Поэтому вот те люди, которые пишут все эти жалобы, вот эти вот доносы, в данном случае это же какой-то там аноним, нам же неизвестно, кто это, да? Хотя я думаю, если это, это женщина вообще, да? А вот давайте как раз отчасти, отвечая на ваш вопрос... Мне кажется, это был мужчина, и написал он это из зависти, красивой фигуре Давида, вот. Сам такой не обладает уже давно, сам уже, может быть, и не молод, вот. И соответственно, точно так же тот депутат из зависти написал там, начал, поднял этот вопрос со струблевками. Не обладают люди тем, против чего они борются, собственно говоря. То есть вот таким образом, дабы отчасти, Николай, ответить на ваши опасения, что это вообще был мужчина, мы специально обратились в аппарат уполномоченного по правам ребенка, куда, собственно, и поступила жалоба. Давайте покажем скриншот страницы. Мы спросили, поступало к ним письмо разгневанной петербурженки или нет. И вот что по этому поводу написано на сайте детского омбудсмена. Во-первых, это реальная история, есть реальная заявительница, ее имя изменено в силу обстоятельств, так как заявление рассматривается сейчас, это раз. Два, таких историй много. Там вот и на выставку Фриде Калу жаловались, и на клипы Ленинграда, и на рекламу группы Ария, и так далее, и так далее. Вот что говорит по этому поводу Светлана Агапитова. К нам поступает множество подобных обращений, и мы никогда не оставляем их без внимания. Однако, как показывает практика и опыт взаимодействия с профильными ведомствами, все-таки не в каждом случае ущемляются права ребенка, и нужно проводить грань между реальным злоупотреблением со стороны производителя информации и личным недовольством, недопониманием граждан. Вот откуда это недопонимание граждан? Тождественно ли оно необразованности, Дмитрий? Да, конечно, тождественно необразованности. Мы сегодня уже обращались немного к истории, и я продолжу исторический экскурс. Дело в том, что европейская культура в России, в Петербурге начиналась с Петра I, и один очень важный шаг им предпринятый относится к 1709 году, как сейчас помню, когда в Летнем саду появилась фигура Венеры Таврической. Да, это обнаженная античная Венера, говорят, 3 века до нашей эры. Она была поставлена вблизи Летнего дворца Петра I, первоначально на набережной Невы, когда еще не было этой знаменитой решетки. И она была поставлена под таким легким павильоном, покрытием, и к ней был приставлен часовой с ружьем. И очевидно, очевидно, это было не зря. Потому что, конечно, обнаженная Венера в России того времени воспринималась как идол, как порнография, вообще круглая скульптура, тем более обнаженная женщина. Но Петр I пожелал переломить ситуацию, и это было сделано. Вот это была часть его образовательной, если угодно, программы, общественной образовательной. И с этого времени начинается развитие европейского искусства, да, вопреки византийскому канону иконописи. Я думаю, что это был очень важный шаг, и отчасти мы должны равняться вот на эти замечательные исторические примеры. К сожалению, у нас буквально вот сегодня коллега, когда снимала материал, мы его обязательно посмотрим чуть позже, она столкнулась с почти аналогичной ситуацией вокруг копии скульптуры Геркулеса, опять же, в центре Петербурга. Это мы, петербуржцы, где-то привыкли и адекватно реагируем. Гости города из других российских регионов реагируют, ну вот так, что хоть, конечно, не часового с ружьем ставь рядом, но, по крайней мере, явно что-то не то. Не замкнулись ли мы вот здесь? Привыкли к тому, что у нас все так красиво и культурно, но забываем о том, что вся остальная у нас страна просто просвещенная, не готова к подобным вещам. Вот, возможно, там и не петербурженка даже обратилась, а кто-то приехавший. И не видевший там, я не знаю, тех же скульптур в летнем саду. Нет? Нет. Давайте эту сторону. Мне бы хотелось защитить вот такого рода граждан, да, их называть необразованцами или непросвещенными. Мне кажется, опасно. Это некая надменная такая фигура речи, потому что люди исходят из каких-то своих представлений. Вопрос, на чем они основаны, вот в этом нужно разбираться. Это, видимо, какая-то их собственная духовность или собственное представление о сексуальности, о человеческой натуре, о теле и так далее. Поэтому, вот, мне кажется, опасно. Почему они пытаются это навязать другим, свои собственные представления? Они не навязывают, потому что, нет, ну как они могут навязать, если фигура уже... Вот, доносом. Скульптура стоит, донос, нет, послание есть, и мы разбираемся с этим. То, что мы обсуждаем это, это и есть, на самом деле, способ вот некого просвещения, да, или как бы вот у балансировки так называемых суждений, ценностей суждений по этому поводу. То есть, в принципе, мы должны даже отчасти быть благодарны этой ситуации, дабы еще раз напомнить, рассказать, вспомнить историю. А давайте послушаем мнение, собственно, жительницы Петербурга, даже мне подсказывает редактор Ленинграда. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Да, представьте себе ваше мнение, вопрос. Да, Седова Людмила Иосифовна, я представляю, я не ханжа, но так много говорить об этом не стоит. Одно дело летний сад, и другое дело совершенно около церкви и около учебного заведения. Эту скульптуру действительно можно в летний сад, можно в Пушкин, Павловск. И вспоминать давнишние годы, когда скульптура стояла без решетки, в летнем саду, это все в прошлом. И знак равенства нельзя. И умолять граждан, что они не образованные, не культурные, не воспитанные, нельзя. Это унижение. Смотрите, Людмила Иосифовна, а что плохого вот в этой копии, которая предвосхищает выставку? Плохого ничего нет. Но можно было поставить хотя бы внутри, но не снаружи, около, на виду у церкви и на виду у школьников школы. Но что интересно, спросили у директора школы, и у родителей никто не против. В Эрмитаже это одно дело. Но это не против, конечно, они не против будут. Это же, как говорится, начальство, оно не против. Я считаю, и некоторые мои знакомые, что зря. В Эрмитаже, около Эрмитажа, на площади и на берегу Невы не стоит никакая скульптура. А все внутри. И очень здорово, и очень хорошо. Ну, сейчас как раз по поводу Около Эрмитажа мы поговорим, в качестве аргумента видео представим. Людмила Иосифовна, спасибо за мнение. Вот услышали мнение коренных петербуржцев. Можно крайнюю краткую ремарку? Вот мы как бы говорим о том, что людей необразованных, невежественных и неразвитых, это как бы оскорбляет, если так сказать. Я не вижу в этом никакого оскорбления. Я, например, ничего не понимаю в физике. И я невежественен в этом вопросе. Видите ли, мы добились следующего. По Левадовским данным, на сегодняшний день, постарайтесь вдуматься, 21 век, опрос трех столичных городов Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. 30% заявили, что они считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Давайте не будем этих обижать людей. И будем говорить, что они очень продвинутые, что они развитые, что они имеют право судить об астрономии. И может быть диктовать даже некоторые свои. Все-таки Людмила Иосифовна, человек, выросший здесь, в Петербурге, но привыкший к определенному, я так понимаю, историческому ландшафту, не имеет ничего против, но пока это не выносят на улицы города. Очень хорошо, ее мнение ценно, и я к нему отношусь с уважением. Но заметим, что две мощные базы аргументов были, что рядом церковь, служители которой заявили, что они не против. И рядом школа, родители и преподаватели, которые сказали, что они не против. Вот так. Такие аргументы. Надо иметь в виду, церковь лютеранская. И что? Так это же рядом с ней. Вы хотите сказать, что это все из Европы. Но это же рядом с ней стоит. Или надо было, может быть, спросить мнение церкви в городе Китеже где-нибудь? Понимаете, все вот эти господа возмущенные, да, вопрос надо к ним. А где же вы были вот буквально там лет 15 назад, когда там был клуб «Спартак», ночной, причем клуб, где была потом дискотека. Это все было внутри церкви. И потом все разгорело к чертям собачьим. И там, кстати, сгорел уникальный подвесной потолок деревянный в этой литеранской, здании литеранской церкви. Но, понимаете, то, что это бывшее здание литеранской, то есть бывшая литеранская церковь, мы тоже в этом не виноваты. Исторически так получилось, что это здание было экспроприировано. Да, папа и многие другие. И там был кинотеатр «Спартак», там было развлекательное учреждение. А потом уже эти клубы пошли там и так далее. Мы в этом с вами не виноваты. Это действия властей, это действия каких-то муниципальных, я не знаю чего там, и так далее. И говорить, вдруг сейчас вспоминать, а там была церковь, понимаете, ну это по меньшей мере даже глупо. Николай, еще смешнее в эту церковь поставить языческое божество. В смысле, занесите внутрь. Занесите внутрь. Давайте вторую площадку подключим к беседе, потому что моя коллега уже давно там требует слова. Оля, пожалуйста. Да, Илья, вам слово. Спасибо большое. Собственно, я возмущаюсь ханджеством наших старушек. Так, не обижайте наших телезрителей. Не обижайте наших старушек. Суть в том, что весь Невский проспект обклеен объявлениями. Маша, Люда, Оля, русские девочки с номерами телефонов. И напротив Александра Невской лавры это все происходит. Вот где наша православная общественность, которая, собственно, будет бороться с этими противозаконными актами. И тут же борьба с искусством происходит. То есть это общество, которое одни понятия подменяет другими. Борется с произведениями искусства. Вместо того, чтобы бороться с реальной проблемой. Вместо того, чтобы бороться просто за гигиену общества. Это абсолютно безнаказанно. Каждый вечер эти объявления наклеивают снова и снова. Я там рядом живу. Каждое утро дворники их снимают. Номеря телефона есть. Чем занимается? Полиция, городские власти. Никто не пишет кляусу, вы хотите сказать. Спасибо. В Александра Невской лавры все происходит. Спасибо. Услышали. Давайте сейчас на небольшую рекламную паузу прервемся. После чего продолжим обсуждение. Тем более, что я уже пообещала, покажем. Есть у нас на самом деле в пешей доступности, я бы сказала, от Зимнего дворца обнаженная скульптура. И, кстати говоря, мужская. Где ее нашла наш корреспондент? Только Некрасова узнаете после рекламы. Не переключайтесь. Это проект 2015. Продолжаем разговор уместно или нет у нас скульптура в стиле Нью на улицах Петербурга. И не только об этих частных моментах, но и в целом о нашей, наверное, культуре и уровне такого нравственного кипения. Я бы так назвала. И немаловажный момент. То, что копия скульптуры Давида вызвала гнев именно в Петербурге. В центре которого едва ли не с каждого дома на прохожих взирают, ну, не всегда одетые кариатиды. Может быть, дело в том, что это именно обнаженные мужские гениталии. По крайней мере, таким вопросом озадачилась наш корреспондент Ольга Некрасова. И отправилась на поиски других потенциально опасных элементов на улицах Северной Венеции. Мы же во избежание какого-либо недопонимания со стороны общественности на всякий случай опасные элементы прикрыли мотор. Спрятаться от изображения полуобнаженных, а то и вовсе, ногих мужчин петербуржцам практически невозможно. Например, я долгое время жила в центре и дважды в день ходила в школу мимо скульптур диаскуров, поставленных у входа в манеж. Они, как и положено героям античной мифологии, предстают перед зрителями во всей красе. Хотя прикрыть, так сказать, срамату древнегреческих близнецов пытались. Служители Исаакиевского собора возмутило соседство святыни с обнаженными языческими героями. В результате скульптуры почти на сто лет переехали на соседнюю улицу. Видно, духовенство было не в курсе, что скульптуры – копии всемирно известных фигур, украшающих фонтан диаскуров в Риме. Реплика другой знаменитой обнаженной скульптуры статуи Геркулеса Форнесского украшает одну из аллеи Александровского сада. Этот образ ценен еще и тем, что древнегреческий оригинал до наших дней не дошел. А вот копией можно любоваться во время длинных прогулок по дорожкам парка. Столкнуться с обнаженной мужской натурой практически лицом к лицу можно, и спустившись в метро. В украшении станции «Спортивная» тоже используются мифологические герои. А где развивается тема античности, там и культы человеческого тела. Например, на этом панно «Олимпийский огонь». Достоинство спортсменов представлено с разных ракурсов. Фигуры других спортсменов, уже современных олимпийских чемпионов по борьбе Рощина, Карельна и Соловьева, стоящие напротив школы спортивного мастерства на Каменном острове, тоже выполнены достаточно анатомично. Трико практически незаметный. И эти скульптуры, как мне кажется, могут служить показателем того, на что человек обращает внимание. Кто-то увидит в них памятник спортивным достижениям, а кто-то просто голых мужчин. Ольга Некрасова, Фанис Аглямов, проект «2015». В общем, кто ищет, тот всегда найдет. Лев Моисеевич, почему именно обнаженные мужчины вызывают недовольство? Или мы тут переборщили, и на самом деле кариатиды тоже кого-то смущают? Ну, вообще формально, только это долгий разговор, я не буду его вести, мужское обнажение действительно всегда было более табуировано во всех культурах, потому что, грубо говоря, это наружу все то, что у женщины сокрыто. Но в данном-то как раз случае, я думаю, что если бы там стояла Артемида или Венера, была ровно такая же реакция. И вот мне вспомнилась коротенькая фраза одной из тех, которым Петербург должен гордиться, и, надеюсь, когда-то это снова все вернется. Анна Ахматова, которая сказала замечательную фразу «Считать наготу и обнаженность похабной и есть истинное похабство». Мне кажется, вполне как бы ясно для того, кто хочет это понять. Давайте, Дмитрий, вам слово и вторую площадку. Я с вами совершенно согласен, прекрасная цитата вами приведена. Я думаю, что мы должны, конечно, не горячиться и не ругать этих людей. Тем более, что Николай правильно сказал, что это, конечно, не женщина написала донос, а мужчина. И более того, это не старушка, а молодой человек. Интрига раскрыта. Интрига раскрыта, да? И он даже известен. Вероятно, да. Так, давайте сейчас, а то он нас заклеветует еще, не дай бог. Я думаю, что надо относиться с уважением к болезням. Совершенно верно. Надо бы оказывать помощь. Совершенно верно. Ничего другого нет. Вот ключевой вопрос. А как эту помощь оказывать? Каким образом-то лечить? Просвещать или что делать? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте еще подключим к беседе куратора выставки «Микеланджело. Сотворение мира» Яша Егорская с нами сейчас на связи, потому что именно их выставка, точнее, элемент выставки вызвал такой резонанс. Яша, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, ожидали, что вообще будет такая реакция на установку скульптуры? Вот изначально, когда задумали такую идею, придумали вернее. Нет, не ожидали. Первоначально скульптура стояла в Москве, такого резонанса она не вызвала. Причем она стояла на городской территории по согласованию с управой. И сейчас, насколько я понимаю, тоже определенные согласования рядом стоящей школы, с руководством, с церковью были? Да, конечно. Я знаю, что в результате кураторы выставки выступили с предложением придумать наряд для Давида. Что предлагают? Да, я и есть. На самом деле не кураторы выставки выступили с этим предложением, а когда мы... Ситуация разворачивалась примерно следующим образом. Нам позвонила СМИ, которая сказала, что есть вот такое заявление, и могу ли я дать разрешение на то, чтобы это заявление сделать, из этого заявления, да, новостной повод. Повод. Да. Ну, собственно, почему бы и нет. Мы всегда дружелюбно относимся к СМИ, и разрешение я дала. Вышла новость, которая, ну, как-то, да, мы, в общем, решили, что, ну, выйдет новость, выйдет, хорошо. Мы совершенно не ожидали такого резонанса, готовы к этому не были. Но раз новость вышла, получила какой-то такой фидбэк, и нам начали писать зрители, мы решили объявить акцию, да, «Одень Давида, придумай лучший костюм». И эта акция получила еще больший резонанс, к чему, честно говоря, мы тоже не были готовы, потому что нам начали писать европейские СМИ вплоть до BBC. В общем, внезапно, благодаря одному недовольному жителю, Петербург, с одной стороны, прославился вот этой выставкой, и, с другой стороны, к сожалению, я знаю, что у многих моих зарубежных знакомых бытует мнение, что Петербург вот такая самая мега-консервативная столица со всякими такими, ну, фобиями, так я это сформулирую. К сожалению, вот такой двойной у нас информационный повод получился. Да, к сожалению, да. Но на самом деле он тоже получился очень забавный, мы получаем прекрасные и очень смешные письма, периодически с удовольствием ретранслируем их в нашем Фейсбуке. Очень много фантазий теперь на тему... Самая оригинальная идея? Самая оригинальная, пожалуй, мне очень понравилась идея жителя, жительницы Петербурга, которая предложила все-таки найти прекрасную Львовну, которая изначально подала жалобу, попросить у нее какую-то вещь, этой, собственно, вещью прикрыть Давида и присвоить жительнице Петербурга статус согревшая Давида. Супер, шикарно. Яша, спасибо вам большое за комментарий. Напомню, что на связи по скайпу была с нами куратор выставки Микеланджело «Сотворение мира» Яша Егоровская. Классическое искусство так превращается в современное. Да, я бы даже сказал... Так оно даст шляпу, например. Некий такой постмодерн. Давайте вторую площадку, как и обещала, подключим. Да, вот у нас мнение от Александры, как любительницы живописи, искусства в целом. Как вот вы различаете, где искусство, а где уже вот что-то непристойное начинается? Ну, мне на самом деле кажется, что, в принципе, здесь очень важно почувствовать эстетику красоты. Но почувствовать ее, наверное, сложно, и этому нужно учиться. Действительно, может быть, проблема стоит в том, что люди недостаточно обучены тому, чтобы различать, где порнография, где искусство. Или слишком сильно из-за этого акцентируют свое внимание на каких-то отдельных частях скульптуры или картины, вместо того, чтобы смотреть на произведение в целом. То есть это отношение человека зависит? Да, может быть, в этом заключаются проблемы, и с этим нужно работать. Хорошо, вот смотрите, если все-таки учиться, да, и как-то просвещать, а каким образом, если человек, как только ему показали, ну, классику, классику, да, античные скульптуры, реагирует от обратного, как же тогда, каким образом просвещать? Как вы думаете? Ну, в принципе, мне кажется, точно так же, как и я, да, человек, который к искусству относится просто с интересом, можно это изучать самостоятельно. Сегодня множество курсов, много людей, которые могут, в принципе, даже в рамках музея рассказать очень правильные вещи, которые... А вот давайте как раз преподавателей спросим, скажите, как? Я хотела сказать, что нужно начинать вообще-то с молодых ногтей, нужно начинать как можно раньше при общении к искусству. А вот с какого возраста тогда? С какого возраста? Ну, по-разному бывают, разные дети, и поэтому, наверное, по-разному. Но уже всякие вопросы у детей начинаются там с пяти лет, шести лет. Нужно очень тонко относиться к этому. И я думаю, что с раннего возраста просто прививать тягу к искусству, и понимать, и разбираться, и учиться. Ой, золотые вы слова говорите. Ну, вы видите, если у нас жители обращаются с требованием портки надеть как раз на это классическое искусство, дабы не ранить ребенка в раннем возрасте, мы вот в такой определенный тупик пришли. Дмитрий, вам слово. Я хотел в виде вопроса. Вот понимаете, вот Давид обнаженный, вот Венера Милосская обнаженная. А если начать их одевать, потом захочется их раздевать, не будет ли как раз вот это смещение, собственно, стимуляции, и не будет ли это порнографическое воздействие? По-моему, это, конечно, весело и, наверное, очень современно надеть там яркие трусики на Давида. Но, по-моему, это все-таки не будет шаг художественный, не будет шаг эстетический, а скорее шаг порнографический, я бы так сказать. А мне вот, Владимир Вячеславович, здесь интересно. Если на самом деле вот до конца идти в этом тренде на нравственность, идти на поводу у тех, кто считает, что вот это как-то кого-то корюжит, и на самом деле либо скульптуру прикрыть, либо убрать, либо трусы надеть. Здесь вот та самая публикообразованная, о которой мы сегодня упорно тоже говорим, она-то возмутится или люди, так это назовем, интеллигентные, они все стерпят? Ну, мне кажется, это... Будет у нас, ну, если не сексуальная, то культурная революция. Несколько надуманная дилемма, вообще-то говоря, потому что так или иначе искусство есть, оно имеет всякий жанр, всякие виды, да, но... И вот, мне кажется, все-таки немножко иначе можно подойти к этому вопросу, если вот не осуждая вот этих людей, которые негодуют по поводу обнаженного, не только не тела, а именно гениталий только лишь, да, или вот этих вот, как бы, причинных мест, так называемых, их закройте, и все будет хорошо, все пристойно. Значит, проблема заключается в том, что культура тела или телесности, она вот такова, она идет, видимо, она связана с какими-то глубокими корнями, она идет от семьи, от личного вот восприятия этого, поэтому это не просто искусство или эстетика, ее восприятие этой эстетики, это другое, это вот в этом надо, мне кажется, разбираться, и начинать не с обучения искусству и восприятию предметов искусства, да, но это просто, это уже внешнее обучение будет. Мне вот интересно, да, смотрите, если у нас с таким трепетом воспринимают классическое искусство, давайте покажем несколько работ Николая Копекина, как и обещали, да, то сразу возникает вопрос, да, на всякий случай, дабы не было нареканий, мы все прикрыли, что кто-то может посчитать не искусством, но выбрали самые такие работы, ваши, Николай, подходящие под разговор, дабы зрители не заблуждались, есть у вас и другие картины, но с другой тематикой, но тем не менее, да, а наверняка же кто-то и этим возмущался. Да, было дело, как бы не раз, ну, последний раз, это вот было буквально месяц назад, в июне у нас была выставка на Невском 20, в бывшей голландской реформинской церкви, там библиотека Маяковского, и там выставочный зал, собственно говоря, я, который работал уже много лет, и там был представлен наш алтарь семейных ценностей, который два года назад был и в Русском музее, ну, и такой, собственно говоря, ценности еще те, современный фольклор, собранный нами, мы их даже не придумывали, эти ценности, это все как бы то, что умородны на языке. Вы их просто так увидели? Нет, мы их просто изобразили, вот таковы ценности современной, семейной, да. Ну, и там поднялась, конечно, буря негодования среди так называемых православных активистов во главе с этим... Не будем их пиарить. ...безумным. В общем, какие-то бесноватые полоумные тетки прибежали, там какой-то сумасшедший какой-то мужичок прибежал, такой тихо, так, снимая себя, начал, я представитель, там, какой-то антиалкогольного общества России. Да, да, да. Я считаю, что это позор. Спасен мир. Да, да, да. Какие-то вот такие совершенно безумцы какие-то собрались. Они таким образом, ну, кстати, благодаря СМИ, потому что СМИ тут тут же любят информационные поводы такие, да, становятся, ну, как бы на слуху все эти случаи, да, и таким образом появляется ощущение того, что это такое общественное движение, такая общественная мысль заработала, а мы против, что у нас, и нас миллионы. На самом деле этих людей единицы, просто единицы, их не привлекают руки, они очень активны. Ну, они просто очень активны, да, не в миру иногда, а кое-кто даже на этом делают, собственно говоря, такой антиакционизм, тоже искусственно это все подогревая. Собственно говоря, ну как, ну это... От этого никуда не деться, вы считаете? От этого никуда не деться, это было всегда, это было, вот как вы говорили, там еще в 16 веке, когда все это появилось, там фиговые листочки, да, и это существует сейчас, потому что, в общем-то, ханжество лицемерия никто не отменял, так же, как никто не отменял, там какие-то высокие порывы, помыслы и красоту. А может быть, так... Вечно, это все вечные такие, они трутся друг об другом. Два момента. А давайте в продолжение разговора еще послушаем мнение петербуржцев. Наш коллега Александр Макошинец пошел, я бы сказала, на смелый эксперимент, и вот пытаясь найти ответ на вопрос, а каким образом просвещать, может быть, пойти радикальным таким путем и поставить в нашем городе скульптуры, аналогичные тем, что стоят в европейских городах, и вот такое вот, может быть, культурное потрясение заставит нас пересмотреть свои взгляды, по крайней мере, на классические скульптуры. Вот что услышал в ответ. Где заканчивается искусство, и начинается угроза нравственности? Ответ на этот вопрос попытаются найти сегодня петербуржцы, а помогут им в этом такие изображения реальных скульптур, которые находятся в Европе. Скажите, что из этого вы могли бы увидеть на улицах города, что не портит ваше представление прекрасно, не развращает молодежь? Вряд ли наши соотечественники смогут оценить красоту этих статуй. Вот я бы детей с удовольствием видела на улицах города. Все, что связано с детьми в первую очередь. Даже обнаженными? Ну, они же здесь не до такой степени обнажены, но дети есть дети. Мне кажется, некоторые здесь есть слишком какие-то откровенные. Такая, такая. Я вообще не считаю культурным кого-либо вообще обнаженным показывать. Вот это, безусловно, нет, потому что акцент идет на гендерные признаки, а гендерные признаки должны хотя бы сочетаться с наличием мозга. Можно поставить в каком-то музее, то есть люди пойдут туда именно целенаправленно посмотреть работы каких-либо скульпторов. На улицах нет. Лучше в парках. В парках? Лучше в парках, да. В парках можно. На улице это нельзя ставить. А вот? Это даже вас ловить, и глаз нету, чтобы он, наверное, не видел этого. Это в Италии? Это точно нет. Абсолютно, однозначно. Это влияет на нравственность. В плохом смысле? Конечно. Многие петербуржцы сошлись во мнении, таким произведением искусства в культурной столице не место. И если отдельные скульптуры могут просто испортить облик города, то самые откровенные способны прямо-таки развратить подрастающее поколение. А хочу аналогичный вопрос, собственно, задать и нашим зрителям на второй площадке. Оль, пожалуйста. Ну, вообще, у нас было мнение Владимира, как проходит у него обучение в школе искусств. Да, ну, знаете, тут, наверное, были, конечно, показаны такие яркие антипримеры, но вообще, если человек что-то видит постыдное в естественном, то, наверное, это какие-то проблемы. И, как мне кажется, проблемы-то, наверное, идут действительно от образования, точнее, от его недостатка. Я, например, преподаватель в художественной школе. Мы рисуем, изучаем фигуру человека. Понятно, что в детских художественных школах обнажённые фигуры в прямом смысле этого слова нет. Таких постановок мы не ставим, безусловно. Но дети самого раннего возраста, сначала на уроках истории искусств, потом на уроках рисунка, живописи, композиции, они изучают тело человека, они изучают пропорции, но они подходят к этому подготовленными через натюрморт, через пейзаж, через понимание красоты, гармонии, пропорции. И какого-то нездорового интереса, каких-то нездоровых реакций на это никогда не возникает. Но у родителей тоже, наверное, они не возмущаются, что как-то рано вы начали. Не было такого, потому что, когда всё это естественно, всё, что естественно, оно прекрасно, и все мы это понимаем. Да, на другой стороне, всё-таки, извините, реплика к вам. Дети приходят не случайно, их приводят родители. Родители делают всё-таки это осознанно, могут более-менее представить, чем на уроках дети будут заниматься. А вот так, если я не хочу, чтобы мой ребёнок там до 18 лет видел непотребство всякое, а тут выхожу прямо около церкви, стоит Давид во всей красе. Вот так-то можно разве? Ну, в Давиде нету непотребства. Я думаю, что любому культурному человеку это понятно, потому что это античная прекрасная скульптура. Если кто-то видит в ней что-то не то, ну, наверное, не в Давиде дело, а, наверное, во взгляде этого человека. Николай, да. Вообще-то, как бы я хочу напомнить, что Давид делался, Микеланджело, специально для храма, там должно было быть, по-моему, 20 скульптур из Ветхого Завета, для храма христианского. Он успел сделать только одну эту скульптуру, а остальным, как там, в силу того, что там произошли, там же эти, революция произошла, Медичи убрали, и там наступила республика. И, кстати, Давид таким образом стал символом освободительного движения, даже в какой-то мере, когда он был готов. И вообще никакого, как сказать, противодействия между церковью и Давидом быть не должно быть. Мне кажется, это вообще бред силы коголы. Но в данной ситуации как раз противодействия между церковью и Давидом не было. Значит, это очень вульгарное понимание... Но, тем не менее, возникло это противоречие. Это папа потом отрубал. Не он один, не Павел IV, и Иннокентий X, и же с ними. В Лувре очень много скульптуру с отбитыми генитальями. И Белла это очень много. Ну что делать? Давайте еще реплику от зрителей. Илью, давайте еще послушаем. Спасибо большое. Я хотел бы немножко добавить к тому, что говорил Дмитрий по поводу солдата и Венеры. Именно в то время русские мылись в банях вместе, и взрослые, и дети в общественных банях. Понимаете? Мы сталкиваемся с разными культурами. И, собственно, знакомимся совершенно с разных сторон, с теми предметами, о которых мы разговариваем. И не надо здесь, как бы, меня больше всего тут тоже задело тот факт, что вот пример, который мы показывали, станция метро «Спортивная». Это станция метро «Спортивная», которая строила в советские годы. Казалось бы, для нас советский период такой вот пуританский, вот абсолютно. И в то же время станция метро «Международная», где «Атланта» сначала делает мальчиком, а потом это стыдливо прикрывает при открытии станции. То есть, по сути, мы сейчас живем в более пуританские времена, чем в эпоху Советского Союза. Вопрос, почему остается? Вот ключевой вопрос. А давайте перед тем, как у нас на рекламу надо просто убегать, коротко, кто готов ответить? А почему у нас сейчас более пуританские времена сложились, чем даже в достаточно консервативном Советском Союзе, где красивое белье-то женское расценивалось как полная порнография? Потому что мы слабо сопротивляемся. Кому? Чему? Я думаю, это связано с колоссальной подменой понятий. Заметим, что даже дама в сюжете говорит о том, что это разврат. Вы вдумайтесь только. Вот безумное воровство, чудовищная ложь, чиновники высоких уровней, которые ловятся каждый день на преступлениях. Это не разврат. А вот голый Давид – это разврат. Вот и все. Вот и все. На этом мы уходим на рекламу, с вашего позволения. Все сложнее, конечно. Да, после чего будем подводить итоги беседы. Не переключайтесь. Это Крайс-2015. Владимир Вячеславович, вам не дала слово в конце второй части. Вы сказали, что не все так просто. Не только это подмена понятий, когда мы опасаемся обнаженного Давида, но не боимся, как Лев Моисеевич сказал, громких коррупционных разоблачений. Почему? Я бы хотел привести примеры, ну, такого, может быть, бытового свойства. Вот уже коллега говорил, что у нас раньше были смешанные бани, общие так называемые, да, в какое-то свое время. А сейчас нет. Но, знаете, в Германии, например, да, пожалуйста, геммисты, зауны, там, пожалуйста, можно сколько угодно получить. То есть другое отношение к телу, другая культура тела. То есть у нас это изначально… Абсолютно вот в этом. Не в том, что мы не знаем искусство или отношение к искусству, вот, к Давиду, к Венере, там и прочее. Не в этом суть дела, а в другом. Именно культура тела. Это, мне кажется, суть в этой сексуальной культуре, так называемой, или в сексуальности. Это другое совершенно. Или, например, в деревне Воронежской. Там тоже такое, там настороженное отношение к голому телу. Это непристойно. Понимаете, да, в Германии это пристойно. С другой стороны, если вы знаете, говорить, наверное, вот здесь не соглашусь с вами. Так что, если смотреть на партнер, если смотреть на низовую культуру, вообще, вот именно русскую, там, я не знаю, сказки Афанасьева достаточно вспомнить. Это было. Но, вот, смотрите, за прошедшие, может быть, сто лет, да, вот, радикально изменилось отношение. С чем это связано? Ну, я не знаю, это и в советское время было. Ну, я не знаю, в досоветском, наверное, трудно судить, но я так сужу по 80-м годам, например. Вот тут выступали педагоги художественных школ. Я должен вам сказать, что в Императорской Академии Художеств Петербурге обнаженное тело женское не было моделью. Не было модели обнаженной женской. И несчастные ученики, а это были подростки, это даже не студенты, это подростки, мальчики, они писали женское тело по мужской модели. Вот. Это было до 1893-го года, когда была реформа Академии Художеств. И очень интересно наблюдать, когда, допустим, Константин Маковский, то, что он пишет, находясь в стенах Академии, в том числе обнаженное тело, как он себе это представляет. И вот он уехал в Париж, и что? И там оно резко изменилось. Он понимает, наконец, пластику женского тела и так далее, и так далее. Это очень интересный такой момент. Так вот они, корни табуирования. Конечно. Видимо, мы корни табуирования сегодня не успеем уже рассмотреть. Давайте вторую площадку еще зато успеем послушать. Да, Александр. Хотел поддержать дискуссию о культуре тела и телесности, потому что наше отношение к телу – это показатель нашей восприимчивости, нашей толерантности, нашей в широком смысле культуры. Потому что тело человека – это один из древнейших предметов соображения в искусстве, начиная от политических венер и заканчивая скульптурой или живописью современной. И не следует подменять искусство и реальность, когда мы к искусству предъявляем требования, как будто это та самая реальность и есть, а не реальность искусственно воссозданная, реальность вымышленная. И, как мы слышали мнение горожан, какие-то совершенно полярные оценки или разврат, или принимают. И нет, получается, той середины, середины культуры, которая способна в себя вобрать и оценить обнажённую натуру, обнажённую жилопись. Мне вспомнилась книга нашего взрослого историка Игоря Куна о сексуальной культуре в России «Колубничка на берёзке». Он подобрал очень точную метафору, которая характеризует нашу культурную крайность. Либо это колубничка, либо берёзка. И нет середины, и нет языка описания для этой середины. Поэтому или разврат, или духовность. И вот в этом задача, в том числе и образование, и пресса, и формирование этого языка, который будет способствовать знанию и пониманию. Спасибо вам большое. По-моему, замечательные слова в финале нашей дискуссии и такой резюме. Сейчас, Оля, попрошу наших зрителей пройти на голосование. Напомню, мы сегодня задавали такой вопрос, уместно ли в Петербурге новая скульптура в жанре Нью. Мы принципиально не стали уточнять, современная, несовременная, потому что, как показывает история с копией скульптуры Давида, у нас и классика не сильно приветствуется. И, Оля, тебе слово. Да, уместно или неуместно, белое поле – это да, чёрное поле – нет. Проходим, голосуем. Пока голосуют наши зрители в студии. Оля, подсказываю тебе, как проголосовали зрители по ту сторону экрана. 72. Да, печальные у нас результаты. 72% наших телезрителей не готовы пока к такой скульптуре, поэтому этот шарик я смело кладу. На чёрное поле. Сейчас посмотрим, как наши гости в студии. Последний человек. Ну, судя по репликам, которые звучали, да, голосованием трясти, должно быть предсказуемо. Да, ну, в принципе, да. Все наши гости в такой скульптуре готовы, ничего страшного в этом не видят. Оля, спасибо большое-большое, спасибо нашим зрителям. Уважаемые эксперты, давайте всё-таки не будем говорить о том, что здесь у нас сидела публика подготовленная, образованная, более того, преподаватели и так далее. А по ту сторону у нас публика вот такая некультурная. Что делать? 72% не готовы к новой скульптуре у нас в городе. Как просвещать, как вот с этими проблемами, которые мы обрисовали, бороться? По реплике. Николай, вам слово. Думаю, почаще привозить сюда Микеланджело, ставить его в самых неожиданных местах. И не только Микеланджело, можно брать другие прекрасные образцы искусства. Побольше ню, я за это. Да, ню нет в порнографии. И тогда мы будем как-то более культурными. Дмитрий, вам слово. Я согласен с Николаем, но полагаю, что в каждой такой скульптуре нужно всё-таки человека с ружьём. Как велел Пётр Первый. В целях просвещения. Исключительно. Исключительно. Я, конечно, против такого брутального решения. Я думаю, что начинать надо с семьи и школы, грубо говоря. И вот находить канал или способы внедрения новых идей, новых ценностей и новой эстетики. Эстетики тела в том числе. Ну, чтобы она не разрушала такое вот табуированное сознание наших граждан. Лев Маисеевич, вам спешите слово. Только образование, просвещение и оккультуривание. И тем, кто владеет задаванием определённых трендов, очень серьёзно задуматься. Салтыков Щедрин писал, просвещение внедрять с умеренностью, дабы избежать кровопролития. Просвещением должны заниматься эксперты, а не депутаты и чиновники. И не человек с ружьём, да? Да, мне хочется резюмируя сказать... Снимаю своё предложение. Да, не у меня в порнографии, читайте Салтыкова Щедрина. Ни много, ни мало. Спасибо вам большое, уважаемые эксперты, уважаемые зрители, за эту беседу. Это был проект 2015. Ну и, наверное, всё-таки на самом деле надо заниматься просвещением своего ребёнка, водить его в музей. Пусть он лучше узнает о красоте человеческого тела именно там, нежели в подворотне или, возможно, за вашим же компьютером. Это был проект 2015. До свидания.